Видео, на котором ивановский шофер такси стойко переносит нападки и плевки клиентки под шофе, вышло далеко за пределы региона. Его показали федеральные телеканалы, а в интернете у ролика десятки тысяч просмотров. Вы в проезд будете оплачивать или нет? Почему? Вы что же тебе позволяете? Иди сюда! Иди сюда! Да потому что вы ничего не знаете! Что мы не знаем? Вы не знаете! Все, все началось! Что вы себе позволяете? Оплатите проезд и идите дальше своей дорогой! Главная героиня прославилась на всю страну, а вот самого водителя, так и не поддавшегося на провокации, никто не видел. Знакомьтесь, Александр, автор ролика и голос за кадром. Именно к нему в автомобиль в тот недобрый вечер села нетрезвая пассажирка. Мы подъезжаем к второму, значит, месту адреса, которое она сказала. Я объявляю ей сумму, то есть стоимость вашего проезда составляет 10 рублей. Ну, на что женщина отвечает, почему я вам должен оплатить, вы меня повезли бесплатно. Я говорю, на каких условиях я вам оплату бесплатно, потому что машина такси. Говорю, если бы я был, как бы, ну, просто там стоял рядом, да, вы попросили отвезти, пожалуйста, там, да. Может быть, я и согласился бы, почему нет. Женщины вроде все-таки, тем более накануне праздника такого, День матери. Вот. Ну, собственно, я был обозначен, что такси. То есть человек должен осознанно садиться, когда в машину, он уже знает, что должен заплатить должность проезда. Клиент не всегда прав. Это как раз тот случай. Задача водителя – убедить пассажира оплатить проезд и, по возможности, так, чтобы другим не повадно было. В Нижнем Новгороде, например, работники руля и шашечек придумали тариф «Аватар». Неплательщиков заставляли умываться зеленкой и записывали видеообращение. Без денег будешь садиться в такси? Не буду. Чего пожелаешь всем остальным? Никогда не кидайте таксистов, ездите за деньги всегда, ребят. В Иванове к таким радикальным мерам не прибегают. Да и дело это, как недавно выяснилось, подсудное. К тому же публичность – лучшее наказание, решил Александр и выложил видеозапись в социальные сети. Я думаю, что она не будет так больше поступать, хотя бы будет с человеком рассчитываться. Он все-таки работает, он выполняет, так сказать, свою работу. А каждая работа должна быть оплачиваемой. Как ни странно, подобные случаи в Иванове не редкость. Пару лет назад по соцсетям гулял другой ролик. Водитель молча сносит оскорбления и не реагирует на истерику клиентки. Я пою бесплатно. А это меня не важно. И я выпрыгну даже с ремнем. И его прирежу, и тут клопку прирежу. И турну туда надо, и прыгнуть из патруль. К счастью для пассажирки, она так и осталась за кадром. Так сильно женщину разозлил отказ таксиста открыть левую заднюю дверь. Вот уж действительно нервная работа. Случаев очень много. Ежедневно, так скажем. Просто ежедневно. Человек за 100 рублей, он может пойти на все что угодно. То есть даже доходило до того, что нападали на коллег и за 100 рублей. Просто нападали. Александр с клиентки денег так и не получил. Да и правоохранителям решил работы не добавлять. Он уверен, достаточно и того, что дебоширка получила свою минуту славы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.